МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите прямо сейчас! По дорогам победы! Освобождение Польши! Это была, наверное, самая успешная, самая интересная операция времен Великой Отечественной войны. Идеология лжи. Что скрывают западные политики? Они же не могут расписываться в собственной исторической безграмотности. Еврейский вопрос. Как появились польские лагеря смерти? Он вообще ничем не отличается. Он написан даже теми же самыми словами, что и знаменитые нюрнбергские расовые законы Германии 1935 года. Москва салютует освобождению Варшавы. Знаменитое орудие ЗИС-3 времен Великой Отечественной добавляют свой голос к праздничному фейерверку. 75 лет назад, 17 января 1945 года, части 1-го Белорусского фронта и 1-й армии войска польского выбили из польской столицы немецко-фашистских захватчиков. Шел пятый день Гисло-Одерской операции. Это была, наверное, самая успешная, самая интересная операция времен Великой Отечественной войны. В этой операции впервые за всю Великой Отечественную войну были достигнуты самые высокие темпы наступления. В отдельные дни для стрелковых частей – это пехота, по сути. Эти темпы доходили до 40 километров в сутки, а танковых и моторизованных – до 70 километров. Больше такого нигде и никогда в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны ни у нас, ни у наших союзников не удалось повторить. Успех наступления на варшавском направлении имел важное стратегическое значение. И мы в результате проведения Гисло-Одерской операции освободили практически всю территорию Польши и вышли на границы, на этнические границы Германии. То есть вышли к Одеру и захватили там важные стратегические плацдармы, которые потом позволили советскому военному руководству уже успешно провести берлинскую наступательную операцию. Освобождение Польши стало не только огромным успехом, но и тяжелым испытанием для нашей армии. Красная армия в боях за освобождение Европы потеряла чуть более 1 миллиона человек. А за освобождение Польши 600, то есть больше половины. Мало того, в рядах Красной армии к началу 45-го года воевало более 200 тысяч поляков. Это Вольск-Польская. Из них более 40 тысяч были убиты, пропали без вести, получили ранения в ходе боев за освобождение Польши. Это действительно наша общая победа. Но в современной Польше совершенно другой взгляд на историю. Варшава. Хмурое пасмурное утро 17 января. У могилы неизвестного солдата на площади Пелсуцкого собираются активисты польских ветеранских организаций и просто неравнодушные люди. Их не очень много. Торжества в честь освобождения столицы Польши от нацизма здесь нынче не в чести. 17 января не является датой, официально отмечаемой в Варшаве. Магдалена Лань, пресс-секретарь мэрии Варшавы. Как именно трактует эту дату современная польская идеология, объясняют чиновники Министерства иностранных дел. Это не было освобождение. Это было принесение нового коммунистического рабства. Павел Яблонский, заместитель министра иностранных дел Польши. Вот так поворот. Неужели подвиг борцов с нацизмом и память сотен тысяч погибших солдат и офицеров, среди которых десятки тысяч польских граждан, оказались забыты? Что это? Очередная политическая провокация или историческая амнезия? Польша проводит очень четкую политику. Русофобскую. И она на этом пытается заработать. Она представляет себя как аванпост демократии на границах с диктаторской Россией. И, соответственно, исходя из этого, строит все свои внешнеполитические планы. Это уже не первая попытка западных русофобов переписать историю Второй мировой. Не просто принизить роль Советского Союза как освободителя, а выставить нашу страну в качестве чуть ли не главного агрессора. Новая холодная война с Россией рассматривается как вот эта гибридная война, в рамках которой историческая политика является одной из важнейших такой сфер ведения военных действий. В декабре прошлого года президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны, комментируя такого рода выпады западных политиков, пообещал дать им адекватный ответ. У нас достаточно материалов, чтобы не дать возможности никому испоганить память о наших отцах, о наших дедах, о всех тех, кто положил свою жизнь на алтарь победы над нацизмом. Годовщине освобождения Варшавы Министерство обороны России рассекретило и выложило в открытый доступ уникальные архивные материалы, которые сразу же расставляют все по своим местам. Помните, как польский дипломат сокрушался по поводу прихода коммунистического рабства? Но вот документ. Отчет группы политработников о первых днях пребывания в освобожденной Варшаве. Красную армию и войско польское люди встречают восторженно. Часами стоят на улицах и площадях, горячо приветствуют проходящие войска. Стоит только нашему офицеру обратиться к кому-нибудь из жителей, как вокруг него образуются толпы народа. Из политдонесения начальника глав ПУ РКК 18 января 1945 года. А вот еще одно свидетельство. Из польского перемышля. Жители забрасывали наших бойцов и офицеров цветами, выносили к дороге пиво, молоко и воду и охотно их предлагали проходящим бойцам. Мощные танки ИС были встречены здесь населением аплодисментами и усыпаны цветами. Из донесения начальника политуправления 1-го Украинского фронта август 1944 года. Документальные свидетельства полностью опровергают заявления современных польских политиков и вызывают у них настоящий зубовный скрежет. Они не находят ничего лучшего, как выступить с очередными, крайне странными обвинениями. Россия старается манипулировать правдой о том, как проходила Вторая мировая война. Мы будем однозначно выступать против этого и будем реагировать на любые подобные попытки. Павел Яблонский, заместитель министра иностранных дел Польши. А реакция Польши, ну, она совершенно очевидна. Они же не могут расписываться в собственной исторической безграмотности, беспамятстве, в том, что они передергивают факты, в том, что они просто откровенно лгут. Но чего так испугались польские власти? Что они пытаются скрыть? Посольство Польши в Москве поясняет, для них значимым являются два события. Восстание в Варшавском гетто 43-го года и Варшавское восстание 44-го года, которое закончилось разрушением города и гибелью 200 тысяч человек. В трагических итогах последнего они, как ни странно, вновь винят Советский Союз. Красная армия вошла в Варшаву, разрушенную после Варшавского восстания, на которое Красная армия стояла и смотрела с другого берега Вислы и ничего не делала. Павел Яблонский, заместитель министра иностранных дел Польши. Чистая вода ложь. Организация Варшавского восстания в августе-сентябре 44-го года была чистой воды провокация, потому что советские войска не могли реально начать наступление на Варшаву. Мы только-только закончили операцию «Багратион». Это была одна из крупнейших операций времен Великой Отечественной войны. Войска очень устали, выдохлись. Надо было просто элементарно дать им отдохнуть. Но даже в этих сложных условиях наше командование старалось помочь восставшим. Советские и польские разведчики регулярно докладывали о поставках оружия, боеприпасов, медикаментов. Повстанцы района номер один подтвердили, что сброшенные нами 26 сентября средства связи ими получены. Сегодня ночью продолжаем выброску оружия и боеприпасов из стенограммы переговоров. Это действительно уникальный документ. Показания советского разведчика под псевдонимом «Капитан Олег», который был направлен в Варшаву для связи с восставшими. К 10 сентября стал ясен неуспех восстания. Запасы продовольствия и вооружения стали иссякать. Противоречия между различными организациями и в первую очередь между армией Краевой и армией Людовой не давали возможности эффективной борьбы с немцами. Из протокола опроса разведчика штаба Первого Белорусского фронта. В результате 2 октября 44-го года командующий армией Краевой генерал Тадеуш Комаровский подписал акт о капитуляции. Но кто все-таки виноват в провале восстания? Его инициатором стало польское правительство в изгнании. Лондонские сидельцы преследовали единственную цель воспользоваться отступлением немецких войск и провозгласить себя освободителями Варшавы до прихода Красной Армии. Вот только координировать ход операции с Тумановой Альбиона оказалось крайне затруднительно. К тому же бойцы подконтрольной правительству в изгнании армии Краевой оказались еще теми воинами. Как показали дальнейшие события, это вооруженное формирование ставило перед собой менее благородные цели, чем борьба с фашизмом. Это была в общем такая армия пронацистки настроенных, которые не столько боролись с фашистами, сколько боролись с войсками Красной Армии и с польскими партизанами. Среди опубликованных российским Минобороны документов инструкция с перечнем первоочередных действий, найденная у одного из офицеров армии Краевой. Организовать массовое дезертирство из польского войска. Уничтожить демократическую литературу демократических организаций. Усилить агитационную пропаганду, в том числе против земельной реформы, запугивая крестьян перспективы создания совхозов и колхозов. Организовать сбор денежных средств у населения в виде займа с обещанием вернуть после войны в долларах. Из донесения политического управления Украинского фронта 1 октября 1944 года. Раз подчеркнем, это октябрь 1944 года. Только что жестоко подавлено Варшавское восстание. Но у тех, кого сегодня официальные польские власти возводят в ранг героев, нет других забот, кроме запугивания и грабежа населения. Действия вооруженных банд армии Краевой на территории Щучинского уезда принимают серьезный характер. Бандитские группы в количестве от 100 до 200 человек систематически организовывают налеты на населенные пункты, откуда вывозят хлеб, терроризируют жителей. Из донесения Политуправления Третьего Белорусского фронта о действиях армии Краевой на территории Польши. Май-июль 1945 года. Кстати, армия Краева, она принимала активное участие в том числе и в уничтожении еврейского населения Польши. И она несет такую же свою долю вины за Холокост, как и, собственно говоря, немецкие нацисты. Концлагерь Асвенцем. Один из шести лагерей уничтожения, организованных немцами в рамках программы окончательного решения еврейского вопроса. Майданок, Хелмно, Сабибор, Треблинка, Белжец. Асвенцем самый крупный. Все на территории Польши. И это совсем не случайно. Может быть, просто никто не знает, но в Польше в конце 30-х годов, то есть до начала еще Второй мировой войны, Министерство внутренних дел предложило принять так называемый антиеврейский пакет законов. Он вообще ничем не отличается, он написан даже теми же самыми словами, что и знаменитые нюрнбергские расовые законы Германии 1935 года. Асвенцем был освобожден советскими войсками 27 января 1945 года. Но и в этом вопросе официальная Варшава придерживается особого мнения. На торжественные мероприятия, посвященные освобождению концлагеря отказались приглашать президента России. Изумление такой позиции выразил даже Лех Валенца. Прежде всего нужно было пригласить Путина в Освенцем и прямо сказать, что русские освободили лагерь. Это историческая правда и никто не изменит ее. Если польское правительство хочет создать свой собственный исторический нарратив, это несерьезно. Лех Валенца экс-президент Польши. В попытках переписать историю польские элиты все дальше загоняют себя в угол. В среду Всемирный форум памяти Холокоста открывается в Израиле. Важнейший гость этого мероприятия президент России Владимир Путин. А вот президента Польши на этом форуме не будет. Анджей Дуда обиделся на организаторов за то, что ему не предоставили возможности выступить. Я не вижу причин, по которым президенты России, Германии и Франции, представители Великобритании и США выступают в таком месте. А президент Республики Польша не может этого сделать. Впрочем, отсутствие нынешнего польского лидера в числе спикеров форума вполне ожидаемо. Димарш и Варшава в отношении России вызвали у многих политиков за рубежом и особенно в Израиле. Мягко говоря, недоумение. Конференция, встреча подчеркивает вот то значение, которому отдается в Израиле именно победе Советского Союза. Это приурочено к освобождению Ашвитса воинами Красной Армии. Президент Польши Дуда хотел вступить опять, конечно, в полемику, продолжить полемику с Путиным, что никоим образом в общем-то не вяжется, мне кажется, не годилось бы для этой конференции. Польские ревизионисты многие годы использовали события Второй мировой как повод для политических спекуляций. Но как бы они и им подобные деятели не старались, память о самой кровопролитной в истории человечества войне им уничтожить не удалось. В мире знают и помнят о роли советского солдата, ценят его подвиг, в том числе и в Израиле. Недаром наша страна к сожалению, сегодня одна из немногих, где 9 мая является государственным праздником и отмечается на государственном уровне. Роль Красной Армии подчеркивается тем, что в нашей стране более 60 обелисков, памятников, так или иначе освещающих роль Красной Армии. Помнят о подвиге советского солдата и на Балканах. На днях в Сараево открылась выставка по дорогам Победы. Экспозиция посвящена освобождению Югославии от нацистской оккупации. Посетителям представлены уникальные архивные фото и видеоматериалы, многие из которых раньше находились под грифом «совершенно секретно». Обнародование документальных материалов это не только уникальная возможность узнать о ранее неизвестных страницах Великой Отечественной войны. Это еще и серьезный ответ на попытки переписать историю, оправдать отдельных псевдогероев, очернить истинных освободителей. О чем еще раз напомнил Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной в Санкт-Петербурге. Вот еще раз хочу это повторить, пускай это прозвучит грубовато, но это так и есть. Поганый рот, который открывают некоторые деятели там за бугром, для того, чтобы достичь своих сиюминутных политических целей, мы заткнем правдивой документальной информацией. К сожалению, и через 75 лет после окончания самой страшной в истории человечества войны продолжаются битвы. Битвы за историческую правду. И в этих спорах мы не можем уступить, потому что за ними наша память. Память о героях, освободивших мир от фашизма.